И всем привет, ребят, с вами Строй Ваник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас в игру добавили новую DM-очку, которая является для меня, наверное, одной из самых лучших и интересных DM-ок в нашей игре. Сегодня мы вместе с вами скатаем её, DM-ку, без резистов, протестируем одно очень интересное вооружение. Ну и попытаемся дать хороший контентовый результат на Громе с вакуумными снарядами на Викинге. Ну и, конечно же, с Дроном Кредитс. Посмотрим, насколько это дело будет эффективно. В DM-ке без резистов на сегодняшний день есть возможность реализовать большое количество интересных устройств по типу молота с адаптивной перезарядкой, которую я относительно недавно тестировал в DM-ке на песочнице. Но на тот момент времени DM-ка у нас как раз-таки была с резами. Кстати, зачем я сейчас менял резисты, если там DM-ка без резистов. Также DM-ка без резистов открывает возможности для страйкера с дистанционкой. Я думаю, что также Скорпион с Роем будет там эффективен. Ну и Рикошет Гелиус, который сейчас может дать что-то контентовое как раз-таки в этом режиме. Ну а насколько эффективен Гром с вакуумными снарядами, мы сейчас посмотрим. Я уже запикивался в эту DM-очку сегодня с ареса Громом на дальность. Хотел чисто посмотреть, на чем игроки играют. Запикался, попался мне Виталичка. И Виталичка мне сразу говорит, ты чё, на чём ты здесь? Ну чё, меняй быстренько своего Грома с дальностью, одевай контентовый опачки. Вот и Глеба Булочка тут тоже нагибает на Рои 64 на 9. Одевай Грома с вакуумными снарядами и давай жесткого джазу. Поэтому я спешу сразу же, одев этот вакуумный снаряд, записать видос, скатать бой. Ну и посмотреть, насколько всё-таки этот Гром с Плэшом будет эффективен в этой DM-очке. Ну и всё это дело будет с Викингом. Поэтому очень интересна реализация этого замечательного Грома. Меня запикивают на ещё одну каточку. Тут уже Васянчик наваливает джазу. Боже, почему я запикиваюсь и тут в пизде в DM-ках играют свои игроки. Мне хотелось бы запикаться в новую каточку. Но я так понимаю, что просто на момент утра ещё не такое большое количество боёв у нас имеется в матчмейкинге. И, соответственно, есть большая вероятность того, что я как раз-таки запикаюсь в катку, где уже будет начатый бой и где будут играть как раз-таки игроки, которых я знаю. Но, возможно, сейчас меня закинет всё-таки на катку, где никого не будет. И это будет новый бой. Да даже если кто-то будет, пофиг, из своих. Главное, чтобы это была новая катка, чтобы мы могли полноценно, опа, затестировать. Опачки! Наш замечательный Гром. Ну, по звонкам просто очень жёстко дропнуло. Есть шанс дать жёсткого джазику в рамках этого боя. Единственное, я не знаю, что здесь лучше по позиции на этой карте. Но давайте поедем наверх, а дальше уже разберёмся по ходу дела. Где лучше стоять и где лучше накидывать урончик. Конечно, шикарнее всего давать урон по каким-нибудь стенкам. Ой-ёй-ёй-ёй. Фриз, конечно, противная такая тема. Ещё и хантер тяжёлый, чтобы можно было сталкивать. Будем стараться играть от стенок. Будем стараться накидывать дополнительный урончик. И надеяться на то, что как раз-таки мы сможем этот Гром реализовать. Плюс было бы очень неплохо давать ещё сплэш-урончик через противников, которые, например, двое стоят рядом. Ну и посмотрим, насколько киллов мы вообще здесь много сможем вбэмсить. Есть у нас здесь какие-то интересные молодые чайловики. Которые играют на интересных устройствах тоже. Так, ну и пробуем, пробуем что-то делать. Пока что на этой карте я не могу найти себе хорошую позицию, от которой как раз-таки можно играть и давать хороший урон сплэшом. Но, возможно, мы сейчас это всё дело найдём по ходу этого боя. Уже маленькие звания сменились на более-менее адекватные. Все ребята, мальки, повылетали. 2000 урона от стеночки. Маловато, маловато. Если здесь бы залетали бы ваншоты, было бы куда приятней. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть здесь сейчас ещё всё поменяется. Немножко непривычно то, что здесь катка играется без резов. И ты очень быстро можешь улететь на респ. Да, поэтому здесь очень важно занимать выгодные позиции. Чтобы как раз-таки как можно дольше жить. И чтобы тебя так быстро на респ не отправляли. Ну и, конечно, желательно играть больше от сплэша. Да, пока что у меня здесь со сплэшом есть своего рода тоже небольшие проблемы. Особо не могу найти контентовых стенок. От которых как раз-таки можно было бы накидывать большое количество урона. Ну и, в принципе, любая пушка здесь может смотреться очень интересно. Если вы отлично умеете её реализовывать. Поэтому я, например, думаю, что как раз-таки мой любимый страйкер с дистанционкой в этом режиме должен показывать очень крутую прибыль. Ну и вообще, в целом, эта ДМ-ка, она смотрится прям супер симпатично. Потому что ДМ без резов. ДМ без резов это всегда крутая прибыль. И всегда возможность жить, респить, убивать, уничтожать, нагибать. Ну и реализовывать свою комбинацию с тем раскладом. Что тебе не надо выбирать, во-первых, резист от противника. Во-вторых, ты сам бьёшь по без резисту. Если имеешь пушку, которая может давать ваншоты, то можешь делать очень жёсткую прибыль. В этом плане сейчас вооружение, ну просто широчайший выбор. И тут уже всё зависит от ваших интересов. От того, что вам лично нравится. То вы, в принципе, и используете. Плюс нету нулевого урона. Это тоже немаловажный фактор того, что вы можете давать дополнительно хорошее количество килограмм. Я очень сильно жду верхнего респа. Потому что мне кажется, что здесь сверху можно неплохо накидать. Можно неплохо набемсить. Но пока что, пока что, пока что всё выглядит так, знаете. Очень, очень сомнительно. Блин, но сплэш очень сильный, конечно, у этого грома. И здесь, конечно, в моменте на закидончик может и улетать ещё и моя головешка. Не только головешка противника. Так, здесь за стенкой есть тип. Отлично. 4,5 от стены. Неплохо в бэмси вы. Ну и постараемся дать как можно больше. На Чернобыле я так понимаю, что здесь киллы идут не так просто. Ну и было бы неплохо овердрайв реализовывать свой замечательный плюс-минус моментик был. Но я не сумел выжить. ХП было довольно-таки мало у меня. Так, 3 или 4? А, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 противника в одном месте. Хорошо, отличный выстрел. Шикарно. Ещё добавочка. Вот такие бы позиции постоянно бы находить, где противник так неплохо кучкуется. И можно было бы неплохо респить, уносить, выживать и закидывать киллами. Вот, кстати, вот эта позиция мне нравится. Отсюда и левый прострел, и правый прострел. Очень эффективный может быть. Ещё бы от домика бы здесь добавлять. Или от стены хотя бы. 1200. Блин, под стенкой играет молодой. Отлично, полторы тысячи ему залетает. Так, Скорпион пытается свестись. Отлично, ему также забэмсиуем. И ещё 2000 суперконтентовых. Так. Ну и меня респит. 36 киллов. Вот это была бы хорошая позиция для прибыли. Если бы почаще такие позиции бы реализовывать, то было бы вообще шикарно. Ну и плюс, конечно, помимо того, что вы здесь можете заработать хорошее количество кристаллов с этой демки, в этой демке можно ещё и очень хорошее количество опыта поднять. Если вы будете давать большое, как раз таки, количество киллов. Так. Хантера гром поднимается наверх. Ну и сам себя уничтожает с флэшом. Посмотрим, здесь сверху будет возможность накидки какого-то интересного урона. Позицию, в принципе, наверное, мы неплохую уже занимаем. По киллам целом. Но это всё равно ещё не то, что может потенциально выдать этот гром. Я пока пристрелялся. Уже полбоя у нас, грубо говоря, прошло. Но пошло, пошло, пошло. Что-то пошло, что-то пошло, что-то пошло. Под стеночками, конечно, когда типы стоят. Так, накидка прям суперплотная начинается. И это, конечно, не может не радовать. Так. Засулечку выдаёт. Молодой. Отлично. Овердрайв. Блин. Не видел я шарта никакого своего края. Пять киллов, полбоя. Неплохо. На сотик можем пойти. Неплохо на сотик можем пойти. Для такой катки, я думаю, что сотик это неплохой результат. Поэтому будем пробовать его. Реализовать этот сотик киллов. Так. Шафт с триплетом. Вещь, конечно, суперпротивная. И меня он уносит. 80% овердрайва. О, как раз меня респит на той позиции, на которой у меня получилось дать неплохое количество киллов в моменте. Так, попробуем сейчас. Сплэшом здесь отстреляться. Отлично. Плюс скиллы есть. Так. Здесь у нас стенка такая. Которая особо мы, если честно, ничего не в бэмсим. Урон нулевой здесь около двух секунд, я так понимаю, да? Ну и это, конечно, очень хороший нулевой урон. Для, как раз таки, нашей реализации. Минку ставим молодому. Ну и сплэшом ему накидываем, чтобы его унести. Блин, рикошет с гелиусом. Вот это, конечно, суперпротивный рик, который может тебя уносить в таких ситуациях. Так. У меня есть уже овердрайв. Попробуем сейчас его где-нибудь реализовать. Желательно, конечно, это было бы сделать с позиции, под которую пикает большое количество противников одновременно. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Я вижу на центре просто еще двоих. Вижу там еще одного. Так. Ну и 5 киллов. В целом неплохо. В целом неплохо. Пятерочка. Киллов. С овердрайва. Ну и еще один дополнительный килл. И мы улетаем на респ. 6 минут до конца. У нас 55 киллов. Шансы есть на каких 90, наверное, в этом бою. Сотку, конечно, выдать было бы вообще, наверное, шикарно. Но для демки без резистов, я думаю, что это не супер хороший результат. Я думаю, что здесь, конечно, в моменте можно давать намного больше. Намного сочнее. И это все дело привычки. То есть, если чуть-чуть подпривыкнуть, как играть с этим громом, то можно как раз таки от стеночек залепливать безумно большое количество урона. Новый, конечно же, Скорпион. Визуализация, вернее, Скорпиона выглядит очень прикольно. Поэтому пробуем, если что, добавлять еще урончику. Так, и есть арест сверху. Но по нему у меня, к сожалению, не залетает. Отличный выстрел здесь есть. И мне залетает сосуля. 5 минут до конца. 63 килла. Пробуем. Пробуем, пробуем добить все это дело до конца. Пробуем выйти на максимально большое количество киллов, которые реально получить за этот боечек. Если сотки дотянемся, то будет, конечно, вообще шикарно. Если не дотянемся, ну, будет немножко грустно. Шарф с триплетом с кемпером играет. Шарф с триплетом с кемпером. Неплохая комбинация, если честно. Так, вижу большое количество противников вот здесь вот где-то на радаре. А, это там сверху еще. Типы, боже, как же жестко рикошет с гелиусом уносит. Да, рик с гелиусом, конечно, в этом режиме тоже может давать прям очень хорошие результаты по прибыли. Но! Мой громчик тоже может давать джазику. И я в этом уверен. Особенно вот с таких вот имбовых позиций. Здесь точно должно прям сочно залетать. Но с кризисом тоже и расходки хавает. Не сказать, что мало. Но вот позиционка подобная очень хороша. Очень хороша эта позиционка. Отсюда с клэшом залетает прям супер сладко. У меня овердрэк появляется. Выпустим этого молодого человека. С клэшом ему добавим. Добавим с клэшом сюда. Здесь что от левой стенки, что от правой. Залетает прям супер вкусно. Но вот этот молодой человек, конечно, меня здесь опростоволосил немножко. 74 кила. У меня есть овердрайв. Есть шансы. Есть шансы на сотку. Блин, то, что я вот сейчас этот выстрел смазал, это, конечно, плохо было. Так, пробуем. Еще добавлять. Еще добавлять. Еще добавлять и шафт опять. Шафты с триплетом здесь, кстати, тоже могут показывать прибыль. Здесь вообще возможность реализации есть супер большого количества разных устройств. Здесь очень много чего можно выбрать и что можно реализовать. И новые донатные устройства, и не донатные устройства, и молот с адаптивкой, и триплет. Вы видите, да, тоже. Все эти устройства работают. Работают довольно прикольно. Но самое интересное то, какое количество кристаллов мы сейчас получим за эту катку. Да, то есть сколько здесь можно по прибыли заработать. Если здесь еще и по прибыли дают супер жестко, больше какой двенашки-пятнашки, то это, конечно, будет вообще великолепно. Но здесь, кстати, нету повышенных голдов. Если бы здесь были бы еще повышенные голды, то я думаю, что если бы здесь запикивались как раз-таки голдоловы, которые играли бы не на киллы, а на ловлю голдов, то здесь была бы возможность еще большего лютого фарма. Но на Викинге, кстати, по реализации овердрайвов как-то все тяжело. Я бы, наверное, даже сказал, что здесь все-таки использование бы Ореса было бы поактуальнее и поинтереснее. С кризисом реализовать Викинга, ну, не сказать, что просто, да, не сказать, что просто. Я бы не сказал, что, конечно, невозможно. Оно все возможно, но не так просто. Еще есть такими респами на карте. Я даже, ну, не знаю, где здесь бежать овердрайв, чтобы я так же легко и просто не улетел на респаун. Так, вес половый. Хочется тоже с этой оверки что-то красивое накидать. А красивое накидать не получается. Так, с плэшом. Ой-ой-ой, это что такое? Понесло. Понесло меня чуть-чуть, понесло. 40 секунд до конца, 90, 88 килов. Практически до сотки мы успеваем долететь. Пробуем еще чуть-чуть подкидать урона с плэшовиком. Блин, еще залетело. 20 секунд, 90 килов. Смотрим и фиксируем прибыль. Может быть, эта карта не такая прям суперская для этого грома. Я просто не знаю, на какой карте здесь лучше как раз-таки было бы пробовать реализовывать этого грома с этим устройством. Но в целом, наверное, неплохо. Наверное, не так плохо. 11 тысяч кристаллов, при этом при 92 килах. То есть, если бы я дал здесь каких-то 100 с копейками, ну, 1015 можно было бы, я думаю, что поднять. В целом, очень крутая ДМка с точки зрения фарма и кристаллов и опыта. Поэтому, если вам интересна ДМочка, если вы любите реализовывать свои комбинации в соло, где вам не будет ни нужны ни союзники, ни какая-то команда, никто вам не будет мешать, берете, влетаете в эту ДМку, при том, что возможности реализации есть супер много. Гром с вакуумкой, рикошет Гелиус, молот адаптивная перезарядка, дистанционка на страйкер, да, то есть, как минимум, вот, 4. Рой на Скорпион, да, то есть, здесь есть безумно большое возможности и количество всяких разных устройств реализовать. Так что берите, действуйте, фармите кристаллы, при том, что совсем скоро будут уже скидочки на Хэллоуин, после Хэллоуина у нас там относительно через месяц будет Черная Пятница, поэтому сейчас есть отличная возможность зафармить большое количество кристаллов. Пишите, что вы думаете по поводу этой ДМки. Как по мне, это, наверное, лучшая ДМка, которая есть вообще в принципе, потому что это ДМка без резистов. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну и не забывайте про тег-создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике, мы личный тег-создатель контента, тег-темп, устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрыше есть в описании, и у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.